МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Бирова Карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакен. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Погода не перестает удивлять карагандинцев. Какие прогнозы обещают синоптики, вы узнаете через пару секунд. Распространение по популяризации наследия алашординцев. Такова главная цель научно-практической конференции, посвященной 150-летию Алихана Букиханова. На сегодняшний день в селе Яркендык ситуация стабильна. Проводится профилактическая работа. Дезинфекционные мероприятия, отлов бродячих животных. На сегодняшний день случаи, выявленных людей, также и животных, не регистрируются по данному населенному пункту. В Карагандинской области вновь начались паводки. Из-за установившейся дождливой погоды затопило некоторые улицы Караганды, Тимиртау и Балхаша. Вода в некоторых районах зашла даже в дома. Люди обеспокоены таким положением. Чего ожидать гражданам и насколько затянется? Пасмурная погода узнавала Аймамрина. Град размером с горошину в перемешку с дождем, а затем ясное солнышко и снова ливень. Погода не перестает удивлять карагандинцев. Из-за недельных осадков дороги и улицы города напоминают маленькую вариацию Венеции. К остановкам без неуклюжих минуэтов и шпагата не подойти. Особенно трудно приходится пожилым и детям. Зачастую, чтобы обойти лужу, необходимо совершить немалый крюк вокруг остановки. Как дождик, ситуацию вот вы видите. На остановку не зайти, потому что не пройдешь. Если там стоишь на бордюре, то тебя может обляпать проезжающая машина. Проблема номер один. И никто не хочет нам помогать. В Акимат звонили, всем звонили, все поставили на уши, но результат пока на нулях. В Тимиртау дождевая вода затопила пять частных домов и дворовых территорий Старого города и Правого берега. Еще по десяти адресам произошло подтопление дворовых территорий, хозяйственных построек и погребов, сообщили в УЧС города Металлургов. О затоплении Балхаша, по словам спасателей, у них информации нет. Жители Балхаша терпят бедствия. Вода заходит в подвалы многоэтажных домов. На улицах тяжело ходить не только пешеходам, здесь буксуют даже машины. Просто встрял, я думаю, проеду, потом что-то он начал уже пушиться, и все, и я из-за этого не встрял. В Каз-Гидромет дождевую погоду называют несколько аномальной. Синоптики сообщают, что осадки продлятся вплоть до июля. К тому же ожидается небольшое понижение температуры воздуха. Самое время запастись дождевиками и зонтами. Айям Амлина, Жахслак Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Некачественная укладка асфальта в дождливую погоду. Под таким названием телезрители прислали к нам в редакцию видео. На кадрах запечатлена машина, которую в быту называют каток. Она раскатывает асфальт во время сильного дождя. Наши корреспонденты проверили, так ли это на самом деле, и провели собственное расследование. Это кадры, которые прислали очевидцы. Видео снято на площади Гагарина. Льет дождь, но тем не менее спецтехника работает. Над горячим асфальтом вьется пар. Очевидцы сообщают, что видео снято 24 июня. Сами подрядчики данный факт опровергают. Фирма «Аградор» заверяет, что в ливень они не укладывали асфальт, а лишь раскатывали. Поверхность заранее была подготовлена, сухая поверхность обработана битумом, и велись работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонной смеси. По завершению работы, это уже ближе к вечеру, пошел резкий ливень, работы были по укладке асфальтобетонной смеси. Сразу же остановлены, что в принципе видно и на видео. Завершалось уплотнение асфальтобетонной смеси. То, что асфальт немного прилипает к обуви, естественный процесс, заверил специалист. Когда полил дождь, почва была горячей. После укладки асфальта, пока он не остыл, необходимо было уплотнить асфальтобетонную смесь. Это и попало на видео. Эта процедура сама по себе предполагает поливку водой, поэтому дождь был немного кстати. Срок сдачи данного участка предположительно до августа. В случае некачественных показателей данный кусок будет вырезан и устройство положено заново. Не только на данном участке, на данном объекте, так как это реконструкция, пять лет гарантии, не только на асфальтобетонную смесь, но и также на все остальные виды работ. Айем Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый, Карагандинский. Научно-практическую конференцию, посвященную 150-летию Алихана Букиханова, провело Управление по развитию языков совместно с областным филиалом партии Нур-Утан. Главная цель мероприятия – распространение и популяризация наследия алашурдинцев. 150-летний юбилей Алихана Букиханова будут отмечать в рамках ЮНЕСКО. Решение об этом было принято на 38-м заседании Международной организации. Научно-практическая конференция – мероприятие из списка запланированных заранее к юбилейной дате. Участники конференции раскрыли потаенные грани великого деятеля. Журналист Нур-Туре Жусып высказал идею назвать именем Букиханова один из районов области. Если мы назовем один из районов именем Алихана Букиханова, никто, я думаю, не обидится. Это великий человек. Понимаю, что сейчас введен мораторий на переименование. Но я лично буду инициировать это. Международный журналист Султанхан Жусип выступил с докладом на тему Алихан Букиханов и модель развития казахского государства. Он поделился собравшимися своими мыслями и исследованиями о жизни и деятельности Букиханова. Он являлся членом не единственным из национального федера в Казахской и Российской империи в начале 20 века, который досконально изучил историю, культуру, быт, социально-экономическую жизнь своего народа, оставил богатейшее и бесценное научное и публицистическое наследие. На конференции были озвучены неожиданные факты. По последним исследованиям из 6609 языков мира исчезли порядка 2000. За последние полгода по данным ЮНЕСКО забвению придали еще около 200 языков. Поэтому язык нации должен лежать в основе национальной идеологии. Акимобластин Мухаммед Абдебеков поддержал идею активной пропаганды казахского. Говоря о поднятии имиджа государственного языка, мы должны помнить о таких великих деятелях, как Алихан Бакихан. Он один из немногих, кто ратовал за казахский язык, за сохранение национальных обычаев и традиций. Наша молодежь должна расти на рассказах о нем. По словам организаторов, на конференцию было подано около ста докладов и исследований. Согласно требованиям, отобраны 53 работы. Они будут опубликованы в сборнике. А.М. Амрина Улжас Габасов Александр Цирикидзе Первый Карагандинский Аким Карагандинской области Нурмухаммед Абдебеков встретился с послом США Джорджем Кроллом. Глава региона обсудил с гостем основные вопросы региона. Это экономика, здравоохранение, образование, туризм и многое другое. В начале встречи посол поинтересовался, на каком языке будет удобно вести диалог. Джордж Кролл владеет не только русским, но и государственным казахским языком. С ознакомительной поездкой в Караганду прибыл посол США в республике Казахстан Джордж Кролл. Аким областин Рухаммед Абдебеков рассказал гостю о Карагандинской области и о работе местных органов власти по решению задач, поставленных президентом страны. Также глава региона рассказал Джорджу Кроллу о социально-экономическом развитии области. На сегодняшний день, если говорить, как живет наш промышленный сектор, даже в этих непростых экономических условиях, надо отметить, что все-таки рынки сохранились. Наши предприятия, если по показателю взять объемов промышленного производства, рост их, то мы и в прошлый год, и этот год у нас идет рост объемов промышленного производства. Нурмухамбет Конопиевич отметил, что наш регион является не только индустриально-промышленным центром страны. В области успешно развиваются инвестиционные проекты в агропромышленном комплексе, здравоохранении и в туристической сфере. О Кимобласти рассказал гостю, какие места отдыха популярны среди иностранцев. Это Балхашское побережье и заповедная зона Каркаралинска. Надеюсь, что со временем, когда инфраструктура разогрется до того уровня, чтобы заявлять об этом на определенном международном уровне, у нас получится и туристов из Европы пригласить. Сейчас есть определенные, но там больше появляется туристический бизнес, связанный почти с экстремальным таким. С туризмом имеется в виду, вот они хотят посмотреть быт, жизнь кочевников. Среди приезжих популярен и этнический туризм. Гости всегда рады познакомиться с бытом местного населения, национальной кухней, традицией и обрядами. Я просто не знал, что вот этот озор Балхаш тоже нет границы с областью здесь и даже порт Балхаш. Я думаю, что это было целоеобразно. Вот я должен пригласить своих коллег из Астана ездить туда и смотреть, потому что, к сожалению, наше внимание, внимание сосредоточено в Астане или Алматы, но страна огромная, но очень красивая. Джордж Кролл поинтересовался последними нашумевшими событиями в Казахстане, связанные с земельным кодексом и террористическим актом в Актобе. Посол хотел убедиться, что произошедшее никак не повлияет на сотрудничество Соединенных Штатов с Казахстаном и, в частности, с Карагандинской областью. Джордж Кролл поблагодарил Нурмхамбета Абдебекова за гостеприимство на государственном языке и в конце встречи глава области и почетный гость обменялись памятными сувенирами. Лариса Хусынова, Ужас Габасов, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской области легализовано имущество на сумму 7,6 миллиарда тенге. Первый заместитель Акима области Солбек Дюсюбаев провел областное селекторное совещание по вопросу текущей ситуации по проведению акции по легализации имущества и денег. На совещании присутствовали руководители областных управлений Карагандинского филиала Национального банка, Департамента государственных доходов и заместители Акимов городов и районов, председатели комиссии по легализации в режиме видеоселектора. По текущей ситуации по проведению акции по легализации с докладом выступили руководитель управления экономики и финансов Ольга Чернявская и заместитель руководителя Департамента государственных доходов Кайрат Аркашбаев. По области при Акиматах городов и районов созданы и работают 18 комиссий по легализации имущества и 21 пункт по приему заявлений. В целом, по состоянию на 15 июня текущего года комиссиями при Акиматах удовлетворено 460 заявлений на сумму легализованного имущества 7,6 миллиардов тенге. Анализ показал, что за 6 месяцев работы по легализации имущества местными исполнительными органами области легализовано на 3,4 миллиарда тенге. То есть, за последние 6 месяцев сумма легализованного имущества составляет почти 50% от суммы легализованного имущества за весь период акции. Таким образом, следует сказать, что принимаемые меры по легализации имущества в целом по области дали положительный результат. Органами государственных доходов по Карагандинской области всего принята 71 специальная декларация на сумму более 17 миллиардов тенге. Об информационно-разъяснительной работе проинформировал руководитель управления внутренней политики Нурлан Рыскин. По этому показателю Карагандинская область находится в числе лидеров. Организована работа по размещению в каждом выпуске всех областных городских и районных печатных изданий на двух языках специальных тематических инфографиков, что такое легализация. На сегодняшний день также с начала года имеется у нас список спикеров из числа представителей полномоченных госорганов и банковских структур. Всего их 65 человек и полным ходом идет работа по их статьям либо выступлениям. Наряду с нашими областными телекомпаниями активную информационно-разъяснительную работу осуществляют в эфире городских телеканалов, таких как Сфера города, Тимиртау, Дидарджис, Казганная, СТАС, Отпайфор, Тиммедиа, Балхаж. Окончание срока легализации совпадает с началом всеобщего декларирования доходов и расходов. Которая, как известно, будет поэтапно вводиться с 2017 года. Помимо прочего, декларированию будет подлежать имущество, находящееся за рубежом. По итогам совещания первым заместителям Акима области даны соответствующие поручения по активизации информационно-разъяснительной работы среди населения области. Вести особый контроль над работой комиссии по легализации и не допускать нарушений установленных сроков рассмотрения заявлений граждан. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Продолжаем выпуск. Триумфом казахстанских снайперов завершился второй этап состязания Алтынук-2016. На базе учебного центра Спаск завершился второй этап международных снайперских соревнований. Индивидуальные упражнения завершились победой казахстанского снайпера. Сразу за победоносным для казахстанских военнослужащих этапом стартовал следующий этап. Третий. Алтынук-2016. Он ознаменовался выполнением групповых упражнений в составе снайперских пар. Как объясняют военнослужащие, цель таких упражнений заключается в сложности действий пары, которые при выполнении боевой задачи должны работать как единый организм. Ярким примером третьего этапа является упражнение «Найти и уничтожить» и «Помоги мне». В первом один участник определяет расстояние и производит корректировку другого на цель. Во втором упражнении один стрелок ждет помощи от второго, который должен принести своему напарнику патрону на указанное место. Упражнения этапа рассчитаны на скорость, взаимопонимание и четкое слаженное взаимодействие между партнерами. Напомним, в соревнованиях Алтынуко-2016 принимали участие снайперы из Китая, США, России, Белоруссии, Великобритании, Пакистана, а также силовых ведомств Республики Казахстан. Стремясь заполучить желанную награду, участники соревнований с усердием и ювелирной точностью выполняли каждое упражнение. Побеждает не тот, кто стреляет первым, а тот, кто первым попадает, отмечают они. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе, первый карагандинский. В Караганде прошел первый сольный концерт степ-группы «Алтынбатыр дети». Как отвлечь детей от современных гаджетов и социальных сетей. Направить их в творческое русло, считает руководитель степ-группы Лана Булат. В группе занимается более 200 детей. Алтынбатыр – это первый и единственный в Казахстане коллектив, исполняющий ирландский степ на профессиональном уровне. Главная цель – призвать молодое население к активному и здоровому образу жизни. В степ-школе «Алтынбатыр» занимается порядка 200 детей. Это 5 филиалов, 4 филиала по Карагандинской области и 1 филиал в городе Астана. Сегодня у нас такой первый концерт. Выступают наши самые лучшие детишки. К другим новостям. В селе Яркендык ситуация с сибирской язвой стабильно, заявляют специалисты. Проводится профилактическая работа, а также отлов бездомных животных. В зону ЧС уже прибыли два мобильных инсинератора для сжигания тел бродячих животных. Сегодня в селе Яркендык проводится профилактический курс антибиотикотерапии. В течение пяти дней жители села будут получать определенную дозу препаратов. Все профилактические работы проводятся под строгим надзором медицинских работников. В 13 семьях, очагах распространения инфекции, проводятся заключительные дезинфекционные мероприятия. В период с 20 числа по 23 поступило 9 больных с подозрением на сибирскую язву. К сожалению, два случая с летальным исходом. На сегодняшнее утро, по информации управления здравоохранением области, состояние семи больных удовлетворительно продолжает курс лечения. По населенному пункту работают бригады, начиная от уровня районного управления, кончая республиканского уровня. Там работают специалисты республиканского центра санэпидэкспертизы. На сегодняшний день определен круг контактных. Полностью, если взять по населенному пункту Яркендык, это 120 дворов, 467 жителей. Ежедневно они осматриваются лечебной сетью районного масштаба и с города, и с областного центра туда направлены медицинские работники. Определен узкий круг контактных. Это количество 70 человек, в том числе 21 ребенок. Это именно те люди, которые употребляли, приобретали и так далее. Вот это мясо, вынуждено убойного и заболевшего в дальнейшем коровы. У специалистов есть версия распространения сибирской язвы по Карагандинской области. Это паводки. Потоки талой воды влияют на риск потенциально. Возможно, споры сибирской язвы были принесены на пастбище из района скотомогильника. Но специалисты заявляют, что результаты анализа почвы во всех случаях отрицательны. Ситуация заражения сибирской язвой находится под контролем премьер-министра. В ближайшие дни Карим Масимов намерен посетить наш регион для того, чтобы лично ознакомиться с ситуацией. Ассель Сазамбаева и Сламбекус Пан Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Государственные служащие сменили строгий костюм на спортивную форму. Сотрудники акиматов районов, города, области, а также областных управлений и департаментов приняли участие в традиционном массовом легкоатлетическом забеге. Спортивное мероприятие состоялось на стадионе «Шахтер». Несмотря на холодную погоду и сильный ливень, около 200 государственных служащих приняли участие в традиционном легкоатлетическом забеге. Соревнования между госслужащими проводятся несколько раз в год. Летом есть возможность проводить подобные спортивные мероприятия на открытом воздухе. К соревнованиям я не готовилась, не успела. Мне незадолго до этого просто позвонили и сказали, что я участвую. В повседневной жизни я тоже не занимаюсь спортом, просто не хватает времени. Без подготовки решил принять участие и житель города Эдуард. Он не госслужащий, но решил попробовать свои силы наравне с ними. По итогам соревнований Эдуард занял первое место. Дистанции легкоатлетического забега ограничили по возрастным категориям. Участникам до 30 лет необходимо было пробежать 1000 метров, а старше 30 лет – 500 метров. Также была так называемая тропа здоровья протяженностью 1600 метров. Без учета времени и возрастных ограничений любой желающий мог пробежать эту дистанцию. Наверное, ни для кого не секрет, что госслужащие больше своего времени проводят в кабинетах, сидят за компьютером, что не очень хорошо может отразиться на их здоровье. Соответственно, такие мероприятия мы проводим на постоянной основе. И вот сегодняшний забег мы приурочили к Дню государственному служащему, который вся страна отмечает сегодня. Как рассказал Дидар Смогулов, это не единственное спортивное мероприятие, которое организовывается для госслужащих. Например, неделю назад состоялся конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья». Чиновники участвовали вместе с детьми и супругами. Кроме того, в госучреждениях часто проводятся состязания по разным видам спорта. Лариса Хусейнова, Жексловик Нуртай, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649 и смотрите наши новости на сайте канала. Приятных вам выходных. Аманса Олбитар. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин